Всем привет! Сегодня у меня потрясающая девушка в прямом эфире, Венера. Венера также обучалась на мастера Суца в 17-м потоке. И сегодня мы поговорим про нашу потрясающую науку Суца. Расскажем вам немножечко о ней глубже. Все, кому интересно, всех ждем. Все ставим лайки, репосты на YouTube-канале, отправляем, переправляем, то есть делаем добро. Когда мы что-то пересылаем кому-то и помогаем другому человеку, мы нарабатываем себе плюсики в карму. Так что, девочки, вперед! От процентов увеличивается их бизнес, представляете? Вау, круто! И хочу предоставить Олечку с Майами. Такую потрясающую, луналикую девушку, двоечка, которая понимает, которая входит в положение, которая самое главное для них важна отношения. Мы с ней обучились в 17-м потоке. У гениального учителя, у мудреца нашей школы Жаната Кожамжарова. Я ему очень благодарна. Каждый день благодарю за его школу. Да, он большой молодец. Всегда говорим Жанат, Жанат, Жанат. Да, энергия будет. И будет у нас открываться знание, и будет протекать свободное течение нашей праны. А когда протекает свободное течение, придут тогда все возможности, и отношения пойдут, и деньги будут сами приходить. Когда мы выйдем из всех блоков, которые в нас, из нашего эго я хочу. А когда мы выйдем из эго я хочу, а будем понимать каждого человека, благодарить его, любить, отдавать любовь. И тогда у нас придет понимание и придут все возможности. Да, это точно. То есть, когда мы человеку помогаем, мы нарабатываем все плюсики в карму. Потом нам творец также может послать какого-то человека, чтобы, то есть, что мы хотим, творец пошлет нам, и этот человек нам поможет в реализации. Он дает нам возможности через человек. Когда мы выполняем, мы идем по инструкции. Да, через другого человека. И самое главное, нужно в таких ситуациях оставаться только в белом волке. Если мы будем в черном волке в гневе, злости, в осуждении, нам творец уже не будет посылать такие возможности. И человек, даже ему не выгодно, не целесообразно быть черным волке в минусе, потому что из-за этого происходит колебание сознания, происходит энергия при злости, и все, человек разрушается и начинает болеть, представляешь? И у него рушится и бизнес, и рушатся отношения, и рушится все в жизни, и он тогда и умирает медленно. Как вчера Жанат говорил, смерть приходит медленно, потому что он не осознает, что он творит и как он поступает, он не осознает этого. А когда придет понимание, что нельзя так делать, и тогда он исцеляется, самоисцелится, и даже ни один врач ему не поможет. Человек только может помочь сам себе. Как говорит Жанат, что человек сам себе светоч, да? Сам. Да. Мы сами творим свою жизнь, это сто процентов. Мы сами ее рисуем, мы сами ее пишем, да, то есть вот нам дали картину, дали краски, и мы сами ее рисуем, как мы хотим, так мы и живем. То есть тут уже никого, да, когда человек говорит, что там у меня что-то не получается, да, или что-то идет не так, то есть это все зависит от самого, от самих нас. То есть как мы хотим, так мы и делаем, да, то есть реально это, ну это сто процентов так. Что мы пишем, что мы думаем, что мы мыслим, и то и происходит в нашей жизни, представляете? Представляю, да. А это особенно для тех, у кого есть семерка в матрице, либо они по числу сознания всем, потому что семерка же у нас это быстрая реализация наших идей. И я вот заметила, у меня есть семерка в матрице, вот что бы я ни подумала, действительно запустив это во вселенную, в космос, я не знаю, ну просто в тот мир, оно вот так вот добывается. И я вчера у меня проводила девочке тоже консультацию, а она 7-7, представляешь? Она говорит, вот я, говорит, не могу идти как семерка от негативных мыслей, от хаоса, от кризиса, быть в минусе. И я, говорит, всегда разрушаюсь, но как я заметила, о чем бы я плохом не подумала, то и сбылось. То есть она думала, вот она переживала за свою маму, потому что мама у нее там болела, да, и она говорит, я подумала в один момент, что она может умереть. И представляешь, у нее мама в прошлом году умерла. Вот насколько работает энергия у семерок, да, что они сами, вот, сами к себе все притягивают. То, что у них... Быстро реализация. Быстро реализация. Поэтому, ну, всегда думать только о хорошем, только о радости, только делать приятные вещи, только говорить хорошее о человеке. А говоря плохое, мы это же и притянем сами, это же как бы миранг, да. Что мы говорим, то к нам и придет о человеке. И говоря плохое, осуждая человека, мы берем же карму на себя. Представляешь? Мы все решаем за Творца. А выше Творца, выше Создателя никого нету в жизни. И поэтому мы здесь пришли как души. Души относиться с душой и сердцем каждому человеку. И понимать, и служить, и помогать. Давать помогать не деньгами, как Жанат говорил, а давать инструменты. Да, Олечка? Сто процентов, да. Давать инструменты и давать человеку вот позитивные только эмоции, да. То есть мы же пришли человеку помогать, давать надежду, да, давать веру в себя. То есть человека меняется. Для этого мы и служим, чтобы человеку, особенно ты со своей миссией 9, пришла в такую прям... Вчера девочка тоже была у меня, она 4-9. Вот представляешь, насколько вот она реально, она нашла себя в 36 лет, она психолог. И вот реально вот как вступила ее миссия, она поменяла свои действия и начала служить людям, быть как психолог. Здорово. И она как четверка. То есть это вообще, это реально вот ее просто дело, потому что четверка аж у нас трансформирует, да. Говорит всю правду, как психолог. Открывает глаза людям на все. А девятка служит помогать человеку. То есть вообще все идеально, она большая умничка. Я еще сказала, что направляю ее на мастер-свецай, чтобы она тоже поехала на обучение. Я говорю, для тебя это было бы самым лучшим, потому что она уже знает про науку-свецай. У нее есть подруги, которые мастера. Я говорю, для тебя вот обучиться, и оно тебе будет помогать, потому что психолог и то, что мы делаем, мы же тоже цифровые психологи, только мы по дате рождения человеку помогаем. Мы это вообще похоже очень сильно. Ирина, привет. Вот, Олечка, представляете, вы, считай, станете причиной успеха этого человека. Она пойдет учиться, станет звездой и у тебя возможности, какие создатель даст. Ты сама станешь даже лучшей звездой, представляешь? Ты знаешь, я когда это узнала, я за нее была так рада, я ее направляла. Она прошла одну консультацию, но на консультации она не получила календарь, личный календарь. Так я и сделала вечером лично ее календарь, отправила ей, она была в восторге. Понимаешь, вот как человеку сделай вот чуть-чуть, и она прям в восторге была. То есть вообще, я говорю, это очень крутая вещь. Ты должна этим календарем пользоваться, потому что он просто нереальный. Да, круто, молодец. Есть этот календарь? Нету. Ты его еще себе не делала? Нет. Ну, напиши мне, я тебя посмотрю, сделаю потом. Это календарь, ты поняла, какой, да? Наш личный календарь. Нелечка 17 потока же есть, Нелечка? Она в Санкт-Петербург, она говорит, зайдешь, там отправила на почту, но я не могла там найти. Она, говорит, отправила, сама рассчитаешь этот календарь. Мне прямо отправила она. Сама, говорит, свою дату поставишь, но я не могла получить. Интересно. У меня эта лампа потухла села. Света. Света стало мало. Ну ладно, ничего страшного. Так, и к нам подсоединилась Алина еще. Вы пока с ней поговорите, сейчас мне укол сделают, я приду. Ладно? Давай, я пока остановлю запись.